Привет! Меня зовут Николай, я один из создателей проекта «Читай быстро», в рамках которого мы стараемся понять, что же такое быстрое и осознанное чтение. Иногда мне в руки попадаются книги, которые оставляют неизгладимый след и которыми хочется поделиться как можно с большим количеством людей, то есть со всеми вами. Так и родился этот формат «10 фактов, 3 задачи». Сегодня у нас в гостях Бен Хоровиц с книгой «Легко не будет. Как построить бизнес, когда вопросов больше, чем ответов?» Вина, кстати, тоже сегодня не будет. Будут остатки кофе утреннего. Ведь впереди у нас еще, кстати, сразу после Хоровица Стив Джобс. И в общем, не будем забегать наперед. Об этом все по порядку. Бен Хоровиц. Бизнесмен, инвестор, блогер, писатель. Практик. Это очень важно, потому что теоретических книг мы уж хлебнули с лихвой. И хочется почитать кого-нибудь, кто, например, владеет венчурной компанией, которая вложила средства в Airbnb, в Facebook, в Pinterest, в Twitter. Четыре компании, все четыре на момент записи этого видеоподкаста находятся на IPO. Airbnb, по-моему, тоже уже вышел. Вот Pinterest на днях буквально. Facebook, Twitter. Давненько. Бен ведет блог, который читают 10 миллионов человек. Его история началась в 99-м году, когда они с партнерами соосновали компанию Loud Cloud. Loud Cloud – это хостинг для корпоративных клиентов. 99-й год, Loud Cloud, Ford Motor, Nike, вот эти вот все серьезные ребята, они все работали с Беном. И в 2002 году они трансформировали компанию. В 2007-м, Opsware она называлась, они продали ее Хьюлитт Паккарду за 1,6 миллиардов долларов. То есть человек после этого пишет книгу, легко не будет, видимо, он что-то про это все знает. По моему ощущению, Хоровиц будет полезен тем, ну, во-первых, он будет полезен руководителям, тем, у кого в подчинении хотя бы один-два десятка людей. То есть, если вы работаете с коллективом, то тут будет достаточное количество полезных, интересных мыслей о том, как избежать одиночества, эмоционального выгорания и прочих всяких других сложностей на управленческой должности. Неудачи в бизнесе – не повод опускать руки, а скорее обычное дело, которое будет преследовать вас все время вашей успешной деятельности. Недавно в одном из интервью Евгений Черняк, который сейчас достаточно известен на постсоветском пространстве, как автор и ведущий программы Big Money, про успех и про деньги, сказал очень такую интересную вещь. У него спросили, как избежать кассовых разрывов во время деятельности компании, он сказал, я не знаю, как этого сделать, потому что я всю жизнь живу в кассовых разрывах и вообще считаю это показателем того, что компания растет. То есть, можете себе представить, какое давление эмоциональное вам нужно выдерживать, чтобы постоянно балансировать в состоянии, когда вам не хватает каких-то ресурсов, не хватает денег, но при этом отдавать себе отчет, что это необходимые условия для того, чтобы расти. И Бен говорит о том, что руководитель чаще всего выбирает между плохо и очень плохо. Мне настолько это понравилось, что я это вынес к себе в задачу, потом чуть дальше расскажу, чего я с этим тезисом плохо и очень плохо собираюсь делать. Бизнес в первую очередь это отрада для души. То есть, все то, что вы замышляете просто ради того, чтобы срубить в легкую денег, оно, как правило, к успеху не приведет, там же и закончится. Делайте то, от чего вы кайфуете, и обязательно у вас все получится. Создавайте новые продукты или оказывайте услуги, исходя из тезиса о том, что вы должны сделать мир лучше. В этом плане мне очень нравится американский подход, который даже вот в гараже вы начинаете делать только-только какой-то стартап, никому неизвестный, там не знаю чего-нибудь, свечки или мыло ручной работы, и вы должны сформулировать миссию вашей компании. Вот зачем вы это делаете? Вы же делаете это не для того, чтобы, ну понятно, с целью личного обогащения, но глобально вы же делаете для того, чтобы дарить радость людям, или для того, чтобы вокруг вас все улыбались и благодарили вас за то, как вкусно пахнет это мыло и так дальше. Вот миссия – это и есть формулировка, то, ради чего вы делаете свое дело на долгие-долгие годы, а не просто, чтобы заработать каких-то денег. Ну и помните о том, что у вас в коллективе очень разные люди, у них разные задачи, разные ментальные состояния, эмоциональные, кто-то подружится, кто-то нет, кто-то поженится в конечном итоге. И вот развитие компании, создание какого-то бизнеса, который является отрадой для души, оно в том числе должно приносить удовольствие вам, как руководителю, но и вашему коллективу, которым вы управляете. То есть в этом смысле вы должны быть командой единомышленников, а они просто должны отбывать с 9 утра до 6 вечера свои условные 10-20 долларов, которые они зарабатывают. Делайте все то, что вы делаете с максимальной отдачей, совесть должна быть чистая, сердце занято работой. Вот с таким подходом, ну это как бы в общем-то продолжение предыдущего тезиса о том, что работа на 100% эффективная может быть только тогда, когда вы вкладываете в дело свою душу и разум. Прибыль не может быть удовольствием от труда. Ну вернее, когда вы проходите какие-то мейлстоун и добиваетесь миллионной прибыли, 10-миллионной или миллиардной оценки, тогда, конечно, в такие минуты можно расслабиться и в общем-то тоже признаться, что это было одной из ваших задач, то, что вас драйвило все это время. Но ежедневно, вот ежесекундно нельзя себя мотивировать только тем, что вы будете этим, на этом зарабатывать деньги. То есть вот это эмоциональное состояние, которое к вам, от вас должно передаться всем остальным сотрудникам, оно в компании очень важно. Если вы кому-то не смогли передать это состояние или вы видите, что человек не справляется, Бен Хоррекс говорит, увольняйте безбожно. Это говорит не он один. Очень много людей, которые в жанре деловой литературы пишут для менеджеров какие-то труды, все говорят в тезисе, что самая большая ошибка это тянуть с увольнением человека после осознания того, что его нужно уволить. Кадровые перемены, они должны происходить сразу же и не ждать подходящего случая. Расставайтесь без сожаления с неэффективными людьми, увольняйте лентяев, и таким образом, увольняя лентяев, вы освобождаете место для других сотрудников, которые приведут вашу компанию к успеху. Это такой условный естественный отбор. Мне понравился тезис про то, что увольнение должно быть мгновенным без сожаления, по двум причинам. Во-первых, потому что вот эта вся история про «давайте, дадим девочке второй шанс», она же хорошая, она никогда почти не работает, и, в общем-то, если мысль об увольнении вас посетила, рано или поздно это случится. Во-вторых, если вы, у нас еще есть такая очень распространенная практика среди управленцев, давать этот второй шанс с уведомлением, собственно, самого человека. То есть его вызывают, говорят, вот ты накосячил, напортачил, но мы даем тебе еще один шанс, давай иди поработай. В 90% случаев человек, мало того, что не будет работать эффективно, а, скорее всего, пойдет на какой-нибудь сайт по поиску работы и разместит там свое резюме, он еще и станет очень токсичным. Он начнет отравлять вокруг себя пространство, он начнет ставить под сомнение те вещи, которым занимается коллектив, и это может привести к тому, что задержка с увольнением испортит вам еще и какую-то часть коллектива. Не рассуждайте о возможных последствиях непринятых решений. История не терпит сослагательного наклонения, поэтому держаться на плаву нужно здесь и сейчас. Задачи решаются по мере их поступления, при этом эмоции находятся на постоянном контроле. Вы как руководитель сродни, не знаю, какому-нибудь трейдеру, который не может позволить себе никаких эмоций, а у него есть четкий план, для этого у вас должен быть четкий план, у вас должна быть цель, декомпозированная на задачи, и вы или боретесь до конца за то, во что верите, или вообще не беретесь за управление, потому что любое сомнение – это чревоточинка, которая заставит вас в конце концов или отступить, или совершить ошибку и пойти не по тому пути. Помните о том, что, не знаю, 80 к 20, 50 на 50, как хотите, какая угодно может быть пропорция, но тем не менее она есть, и любое успешное руководство, оно обязано вот этой самой пропорции, в том, что есть процент ваших усилий, а есть процент усилий вашего коллектива, того фундамента, на котором держится вся компания. В коллективе должна быть не конкурентная борьба за место под солнцем, а вот какая-то дружественная обстановка, где каждый может рассчитывать на совет, на поддержку, на обучение, на менторство людей, которые чуть больше находятся в компании, чуть больше знают, и на самопожертвование, но в пределах разумного. То есть, если нужно доделать, выйти, закрыть, задержаться, то это должно быть одним из столпов корпоративной культуры. Выстроить теплые отношения в коллективе это одна из самых сложных, но решаемых задач. Сложных, потому что вы постоянно балансируете на грани, чтобы не скатиться с одной стороны в диктатора, деспота и тирана, а с другой стороны не скатиться в панибратство и смс-ки в 10 часов утра, когда работа должна была начаться в 9, о том, что ой, я, кажется, проспал, вообще не приду, подстрахуй меня там и сдай за меня отчет. У вас есть только один вариант кайфовать от этого процесса, потому что сразу это не получится. И поэтому нацелитесь на то, что результат обязательно будет, если вы сами будете получать удовольствие от процесса создания вот этих теплых отношений. Ну и, конечно, не экономьте на обучении, если это возможно. Подтягивайте людей, не бойтесь того, что они будут знать больше, чем вы. Вот у нас следующим обзором будет Стив Джобс, еще раз о нем вспоминаю. Он часто очень говорил о том, что зачем нам нанимать людей, которым мы будем говорить, что делать, нужно нанимать тех людей, которые нам скажут, что нужно делать. В этом плане не нужно экономить на обучении, нужно взращивать таких людей. Сдаться очень легко. Вообще, наверное, самое простое в текущий момент времени, когда сложно, и когда кажется, что вот та самая темная ночь перед рассветом. Но как потом жить с мыслью о том, что ты не смог, не попробовал, и обстоятельства оказались сильнее. В общем, легко не будет. Его, всю эту книгу, можно уместить в этот постулат, что окружение, контрагенты, жизнь, какие-то факторы. Вот все вокруг вас будет постоянно проверять вас на прочность и будет проверять по очень такому хардкорному сценарию в условиях, что вам придется выбирать между плохо и очень плохо. И соблазн сдаться очень велик. Помните, что никому не было легко на этом пути, и успешных от неуспешных отличает лишь одно. Одни сдались, вторые нет. Ну, то есть успешные не сдались, неуспешные сдались. Бен Хоррис говорит, что одно из основных правил, которое помогло ему не сдаться, это правило, пока ты дышишь, ты должен бороться за то, во что веришь, и не сдаваться. Чтобы стать управленцем, нужны мужество и смелость. Вот очень интересный момент. Многие авторы в трудах начала 20-х, начала 20-го века, середины 20-го века писали о том, что для создания компании нужны колоссальные финансовые вложения, и они говорили о том, где их можно найти, как их, в общем-то, выстраивать чуть ли не всю свою жизнь, чтобы эти финансовые ресурсы получить, или там экономить, или тот же богатый папа, бедный папа, или Наполеон Хилл про думы и богатей, про то, где, в общем, короче, взять денег. И никто в тот момент не обращал внимания на какую-то условную моральную составляющую. А сейчас моральная составляющая, вот то самое мужество и смелость выходит на первый план, способность на поступки, способность не сдаться, нет проблемы найти денег, нет проблемы с нетворкингом, главное, чтобы у вас была какая-то идея, команда и вера в эту идею и в эту команду. Бен говорит, что на самом деле раньше, как и сейчас, только отчаянные смельчаки решали создавать бизнес, и поэтому вы должны помнить, что вы один из них. Вот это очень крутой тезис, он мне понравился, я его прям отдельно себе там жирненько обвел. Для того, чтобы компания была успешная, у вас в ней, ну, при условии, что вы не ремесленник и не закрываете все задачи в одно лицо, у вас должен быть талантливый первый и незаменимый второй. Человек, который определяет вектор развития, условный визионер, стратег и человек, который мыслит одним, двумя, тремя годами перспективы, это первый. И человек-тактик, человек, который решает актуальные повседневные задачи, который закрывает рутину, который не дает первому уйти в астрал и оторваться от действительности. незаменимый второй. Ну, на самом деле, я бы, ну, понятно, что первые, они больше теоретики, вторые практики, первые стратегии, вторые тактики и так дальше. Их вот эта синергия, это идеальная форма, формула, как мне кажется, успеха для вообще любой компании. Вы можете себя, кстати, попробовать отнести к первому или второму типу и понять, кто вам нужен в пару. То есть, если вы больше про тактику, про ежедневные какие-то мелкие задачи, вам нужен человек, который заставит вас мыслить более масштабно. Если вы он и мыслите категориями полета на Луну, то вам нужен человек, который вас немножко приземлит и декомпозирует эту задачу по полету на Луну на понятные ежедневные усилия. Мне не очень нравится градация первый и второй, она все-таки уже обозначает, кто там, кто впереди, и кто сзади. Я бы назвал их просто условными Леликом и Боликом в том смысле, что они одинаково важны и талант и незаменимость важны для построения успешной компании. Если не будет таланта, незаменимый не справится, и если не будет незаменимого, то талантливый пропадет тоже. Ну и такая очень любимая всеми американскими авторами история про лидерство. Значит, за вами должны следовать люди, тогда вы ее душа и вдохновение. И истинных лидеров не заменяют, их идеями вдохновляются последователи и как бы становятся в общем-то вот этим новым лидером, но на базе того старого Джобс, которого я сегодня уже трижды упомянул и еще разочек там в конце, наверное, упомянул. Вот очень и показательная история, и одновременно все-таки не до конца мне понятная, потому что все говорили о том, что после его смерти все, Apple уже ничего не светит, однако все те заветы, которые Джобс по поводу качества товара, по поводу дизайна, по поводу всего этого пропагандировал, они были подхвачены и сейчас в общем-то Apple продолжает развиваться достаточно быстрыми темпами, потому что лидер все еще у компании есть. Такая вот легкая книга, там не было каких-то сложных вещей, не было вещей, которые надо очень долго осмысливать и разбивать на какие-то составляющие части, легко не будет. Вот, все, вы хотите заниматься бизнесом, знаете, что легко не будет, этому есть 10 условных тезисов, которые мы только что проговорили, но все они про одно и то же, вас будут пробовать на прочность, у вас вокруг будут постоянные какие-то проблемы, если вы не сдадитесь, окружите себя правильными людьми, будете их поддерживать и самостоятельно вместе с ними развиваться, все будет хорошо. Если одного чего-нибудь из этого вы не сделаете, не найдете себя там незаменимого второго, не будете развивать людей, не поверите в свою мечту, то вы наверняка сдадитесь и тогда все коту под хвост на смарку закончилось. Вот, поэтому такие вот 10 фактов. Три задачи в букнот, блокнот для осознанного чтения, про него можно узнать на сайте буква.инфо, специально создан для того, чтобы структурировать мысли и задачи из книги и только самое полезное получать и применять на практике. Значит, такие задачи по прочтению книги Бена Хоровица легко не будет, я себе выписал. Ну, первое, вот плохо и очень плохо, я хочу сделать дизайн большого плаката о том, что бизнес это чаще всего выбор между плохо и очень плохо и повесить его в офисе или может быть даже отправить его всем там своим друзьям, партнерам, которые сейчас переживают не самые легкие времена и готовы сдаться. Пусть они смотрят на него каждый день и знают, что может быть еще хуже. Разработать план обучения сотрудников и мероприятий, которые будут проводиться в офисе с участием этих самых сотрудников, при этом разбить на две части этот план. Значит, первое, это мероприятие, которое как бы спускается сверху и чарщиками как тимбилдинг и второе, это которое сотрудники придумывают себе сами и компания просто берет на себя затраты. То есть, выезд куда-то, совместное там поедание пиццы, поход в боулинг или еще какие-то образовательные мероприятия, которые люди хоть самоорганизуются, просто компания закрывает эти затраты. Ну и тест на увольнение. Выписать всех сотрудников и провести тест внутренний, ну в смысле ментальный, если бы сегодня пришлось уволить каждого из них, кого бы я повторно взял на работу. Тех, кто не пройдет этот тест, вынести в отдельный список и разбираться с ними дальше, насколько все-таки их ценность и нетоксичность высока и полезна с точки зрения стратегического развития компании. Ну и постоянно помнить, это как не задача, а просто такой постулат, постоянно помнить про симбиоз первого и второго, лёлика и болика. Это очень важная штука, потому что тактика и стратегия очень часто не дружат в рамках компании и руководитель является сильным одной какой-то своей стороной, либо тактикой, либо стратегией. Такие 10 фактов, 3 задачи. Я в нетерпении сейчас готовлюсь к тому, чтобы допивать кофе наконец-то и записать третью презентацию подкаст про Стива Джобса. Очень неоднозначную фигуру, визионера, человека, который изменил, не побоюсь этого слова, жизнь сотен миллионов людей по всей земле. Проект читайбыстробуква.инфо и про быстрое и осознанное чтение. Проверить скорость чтения можно у нас же на сайте. Там тест, ответы на вопросы, в конце сертификат, можно поделиться результатами, почитать больше про блокнот для осознанного чтения, букнот, про наши рабочие тетради, которые позволяют самостоятельно чуть-чуть ускориться и в осознанности чуть-чуть добавить при чтении. Подписывайтесь на канал, который вы сейчас смотрите. Тут где-то есть колокольчик, где-то есть палец вверх, подписка, все то, ради чего вы вообще приходите на YouTube. Буква.инфо, Instagram, там мы иногда разыгрываем книжки, букноты и всякие вкусности. Впереди Стив Джобс, а вы, пожалуйста, читайте книги и слушайтесь маму. Хорошего дня. Пока.